Держать слово Кто-то пытается и переживает и так далее. То есть мы каждый играем в какие-то свои игры. Наша задача на протяжении вот этого месяца, пока мы будем общаться, заключается в том, чтобы, первое, понять, в какие игры вы играете, осознать те внутренние разговоры, те приоритеты, которые вы ставите, которые определяют то, что вы делаете, и посмотреть на вещи несколько по-другому. То есть моя задача будет сводиться к тому, что я предложу вам какие-то новые интерпретации, какие-то новые взгляды на, казалось бы, привычные вещи. Со мной, конечно, можно спорить, что некоторые из вас, я уверен, будут делать. Это нормально совершенно. Но я не хочу, чтобы вы соглашались с тем, что я буду говорить. Обратите внимание. Согласиться – это значит, что то, что я сказал, скорее всего, будет похоже или будет совпадать с тем, как ты смотришь на вещи. Вот я не хочу, чтобы вы со мной соглашались. Но принять эту точку зрения можно будет вне зависимости от того, согласны вы с ней или нет. Поэтому я предлагаю вам принять эту точку зрения, посмотреть на что-то по-другому, по-новому, и уже исходя из этой новой какой-то интерпретации, дать обещание, дать слово и сдержать его. По-хорошему, мы находимся в настоящем, я уже говорил об этом, опираясь на прошлый опыт, двигаемся в будущее, которое снова не позволяет мне бросить курить, начать учить английский язык или что-то еще. Я утверждаю, что очень действенным, простым, а главное, эффективным механизмом или инструментом является слово или обещание, которое человек дает. У нас в голове постоянно происходит конфликт между какими-то долгоиграющими или долгими обещаниями. Например, Саша, я хотел бы похудеть, и мне хотелось бы. И конкретным желанием или конкретной конфетой, которая сейчас в данный момент у меня в руках. И вот это раздвоение или двойственность, которая происходит, чаще всего мы определяем, что мы делаем в пользу того, что нам комфортнее, удобнее, или мы определяем это в пользу сиюминутной какой-то радости или сиюминутной выгоды. Теперь вот между вот этой долгоиграющей, далекой целью, которую ты в этот момент не можешь потрогать и, собственно, порадоваться от того, что ты эту цель достиг или достигла, и между вот этой сиюминутной целью, которая сейчас в данный момент для тебя важна, я предлагаю поставить или вставить свое слово, свое обещание. По сути, мы используем вот этот прием с обещанием каждый день. Мы каждый день что-то кому-то обещаем, например, когда мы договариваемся с кем-то встретиться. Почему вы приходите на встречу? Вы приходите на встречу только потому, что вы пообещали. Те, кому важно держать свое слово, они приходят на встречу вовремя, те, кому не важно, не приходят на встречу вовремя. Но огромное количество мыслей, идей, желаний у нас в голове находится в несформулированном, в таком абстрактном, нечетком, я бы назвал это так, неплохо было бы в таком вот каком-то положении, да, в такой позиции. Ну, неплохо было бы, в принципе, похудеть. Ну, неплохо было бы, Аня, там, заняться любимым делом и танцевать где-то, да. Ну, неплохо было бы, Марин, отказаться от этой сигареты. И на самом деле вы сделали огромный шаг, и тот факт, что вы уже сидите сейчас здесь, говорит о том, что где-то внутри вы приняли решение, и для вас это важно, и первый шаг, по сути, сделан. Что я предлагаю? Я предлагаю использовать конкретный механизм, конкретный инструмент, конкретную технологию. Она работает только при двух составляющих. Первая составляющая. Если мы договоримся на ближайшее время, на одну неделю, что твое слово для тебя важно, и тебе важно сдержать свое слово. Если мы примем это как основу, и ты будешь ценить свое слово, то в каждый конкретный момент, когда ты будешь делать выбор между конфетой или чем-то еще, между писать мне сейчас или не писать, записываться мне в автошколу или не записываться, ты будешь знать, что для тебя важно сдержать свое слово, то это, собственно, и будет механизмом или инструментом, или новые парадигмы, вот этими самыми рамками, в которых я предлагаю вам прожить ближайшую неделю. Я уверен абсолютно, что каждый человек, абсолютно каждый человек может больше. Если бы мне спросили, какой мы можем придумать там, не знаю, слоган, например, для этой передачи, да, я бы сказал, ты можешь больше, ты реально можешь больше, если ты будешь делать соответствующий выбор. Поэтому что я предлагаю? Сейчас здесь в настоящем дать обещание и в настоящем жить, исходя из того обещания, исходя из того слова, исходя из того нового будущего, который вы сейчас продекларируете. Поэтому что мы сейчас сделаем? Я предлагаю каждому сейчас сформулировать, все равно в какой последовательности, свое обещание, сделать его конкретным, сделать его реальным, сделать его выполнимым, но сделать его, да, пообещать и взять конкретный срок. Одна неделя до следующей субботы, что я обещаю, что произойдет то-то, то-то и то-то. Дальше каждому из вас, возможно, я скажу что-то дополнительно и какие-то, предложу дополнительные взгляды и интерпретации, но что мне важно, что первый шаг это держать слово важно, и мы об этом договоримся. Мы чуть позже поговорим по ходу дела, почему, что такое важно, что у нас сейчас путается в голове, держать слово должен, Женя сказала, да, Володя заставит нас, я должен держать свое слово. Сразу скажу, что вы не должны держать свое слово, и более того, есть огромная вероятность, что ни один из вас свое слово не сдержит, если вы не выберете его держать по каким-то причинам, да. Мне все равно хотите вы его держать или нет. Это тоже совершенно отдельная категория. Есть много вещей, которые мы хотим делать, но не делаем. Есть много вещей, которые мы хотим и делаем. Если мы поговорим об этом более глубже, попозже, то мы выясним, что желание это совершенно параллельный процесс с тем, что мы делаем. Да, мы можем хотеть, но не обязательно делать это. И вот эта детская иллюзия по поводу того, что если я чего-то не делаю, это значит, я не очень сильно этого хочу, это действительно иллюзия. Пора расстаться с этой иллюзией. И вторая составляющая, или второй шаг, это для того, чтобы слово сдержать, его необходимо вначале дать. Если вы слово не даете и не формулируете свое обещание, то вы, как и огромное количество людей, которые сейчас на нас смотрят, кстати, тоже интересный вопрос, почему они нас смотрят. Я нахожу как минимум две причины. Первая причина, они смотрят на тех, ну неважно, какое слово они могут использовать, странных людей, умных людей, глупых людей и так далее, которые участвуют в этом эксперименте. И некоторые могут с интересом смотреть, сдержишь ли свое слово или нет, чтобы там выразить какие-то свои мнения и оценки по этому поводу. А кто-то может сейчас задуматься, а что для меня важно, да, буду ли я завтра делать зарядку только потому, что я это слово дал, пойду ли я завтра в бассейн, начну ли я бегать, займусь ли я своим здоровьем или что-то еще. Поэтому я бы хотел, чтобы вот эта программа или этот наш разговор был бы каким-то практическим инструментом для каждого, для того, чтобы что-то сделать, что-то, что не произошло бы само по себе. Марин, скажи, пожалуйста, судя по тому, что ты сейчас сидишь здесь и судя по тому, что ты сказал, что ты выкурила последнюю сигарету, я предложу тебе следующее. Люди, я думаю, часто не бросают курить, потому что, когда ты где-то или проговариваешь слух, или про себя думаешь, все, я завязал с этой привычкой, то возникает как минимум страх, согласись, да? Страх чего? Да много страхов по поводу бросания курить. Ну, например, какие? Ну, например, все говорят, что когда бросаешь курить, набираешь вес. Набираешь вес. Это на самом деле проблема, ну, это один из самых главных. Хорошо, но давай решать проблему по мере их поступления. Может быть, тогда в следующий раз, когда ты будешь думать об этом, ты будешь думать еще о том, чтобы и с весом тоже разобраться. Не факт, что ты наберешь этот вес. Логично? Логично. Хорошо, но страшно, что ты не сдерживаешь свое слово, что ты будешь, скажем, нелепо выглядеть в глазах всех остальных? Ну, наверное, да. Хорошо, давай так. Я просто сейчас думала над тем, как сформулировать свое обещание, и сначала мне пришло в голову, что неплохо было бы дать обещание, что я вот с сегодняшнего дня не курю, а потом подумала, вдруг будет какая-нибудь сложная ситуация, и, наверное, на неделю можно заложить три сигареты, которые, ну, там, при крайней необходимости, если что, можно будет. Окей, хорошо, Марин, давай вот что сделаем. Смотри, я предлагаю тебе первое, не бросать курить, а вырабатывать новую привычку не курить, так же, как ты вырабатывал 16 лет назад привычку курить, сейчас ты можешь вырабатывать привычку не курить, по этапу. Давай договоримся еще проще, чем одну неделю ты не куришь, это много. Давай договоримся, что ты не куришь до завтра, до вот этого времени, до двух часов дня, до завтра, до двух часов дня. Но завтра до двух часов ты сделаешь обещание любому человеку, присутствующему здесь, будешь ли ты не курить в следующий день, или ты будешь курить в следующий день. Таким образом, тебе будет просто намного проще и легче сделать это обещание. Один день нормально? Лучше, чем неделя? Вполне. Хорошо, договорились. Даешь ли ты слово, что ты не будешь курить до завтра, до двух часов дня, и перед тем, как закуришь или не закуришь, дашь очередное слово? Даю слово. Хорошо? Договорились. Отлично. Следующий. Жень, твои шаги. Я вот тоже думала, чтобы я могла пообещать, чтобы не подвести себя в первую очередь, чтобы сдержать свое слово. Я думаю, что на следующей неделе, ну, максимум, что я могу сделать, купить себе аудиодиск в машину, допустим, и слушать на английском языке, то есть какой-то сам учитель. Планируешь ли ты нанимать репетитора? На следующей неделе точно нет. Точно нет. В принципе, планируешь ли ты его нанимать? В принципе, да. Готовы ли ты в течение этой недели найти этого репетитора и узнать цены, условия и так далее? Цены, условия, даже, может быть, позвонить, поговорить. Да, может быть, или позвонишь, поговоришь? Позвоню, поговорю. Сколько репетиторов ты обзвонишь? Сколько найду. Нет, ты найдешь ровно столько, сколько ты пообещаешь. Давай так, не меньше трех, с которыми ты поговоришь, хорошо? Да. Является ли это твоим обещанием? Да, это мое обещание на следующей неделе. Хорошо. Значит, на следующей неделе ты разговариваешь с тремя репетиторами, ты покупаешь аудиодиск и слушаешь его в машине как минимум сколько раз? По дороге туда и... Как минимум два раза, да. Как минимум два раза за всю неделю? В течение часа. Нет, каждый день. А, каждый день. В течение... В течение... В течение часа. В течение двух часов. Начиная с понедельника или начиная с завтрашнего дня, с воскресенья? Начиная с того, как куплю диск. Прикольно, да, сразу начинаю. А когда ты купишь диск? Постараюсь сегодня. Постараешься или купишь его сегодня? В этом всё, всё вовсе, друзья, заключается в том, что вы будете... Вы же говорили, что не будете меня заставлять. Я не буду тебя заставлять, я задаю тебе конкретные вопросы. Когда ты купишь диск? Сегодня. Хорошо. Является ли это обещанием? Да, я даю слово. Послушаешь ли ты его сегодня первый раз? Этот выбор, ты можешь сказать, что ты его послушаешь завтра, просто ты можешь сказать, что ты вообще его не будешь слушать. Смотри, тренер это тот человек, который позволяет тебе прыгать выше, быть эффективнее. Я делаю свою работу. Все, выбираешь ли ты быть эффективнее? Это твой вопрос. Сегодня или завтра начинаем? Завтра. Хорошо, значит, сегодня ты его покупаешь, завтра ты начинаешь его слушать. Два часа каждый день. Так завтра же воскресенье. Я об этом и спрашиваю. Хорошо, давай так, завтра один час. Ну все, я уже сказала, значит завтра. Завтра два часа. Все договорились, здорово. Следующий? Оль? Да. Сколько раз ты придешь вовремя? Черт. Я не помню, сколько раз мне нужно прийти вовремя просто. Но у меня есть совершенно конкретная история. Я в понедельник обещала сдать колонку про кино в журнал Татлер. В первую половину дня. Вот я могу пообещать, что я ее сдам до часа. Окей, хорошо. По поводу вовремя. Завтра куда-то с утра? Ты на работу регулярно ходишь или у тебя такое творческое? Ну у меня это скорее творческий режим. В ближайшие дни мне никуда не нужно. Но вот единственное, что вот первый дедлайн, который я помню, да, это вот... Оль, у меня просьба к тебе такая. Смотри, неважно куда и во сколько ты будешь приходить, но у меня просьба к тебе. Как минимум три раза в день приходить вовремя, на какие бы встречи ты не организовывала. Но идеально было бы, если бы ты пришла на все, но как минимум три. Принимаешь ли ты такое обещание, даешь ли ты его? Их может просто не быть. Трех встреч. Трех встреч может не быть, да. Хорошо, но это может быть звонок, который ты делаешь. Это может быть статья, которую ты какому-то... Ага. Текст, который ты не сдаешь. Это может быть даже вечеринка, на которую я сегодня собираюсь, например. Текст, который, да. Или вечеринка, на которую ты сегодня собираешься. Мне все равно, что это. Но важно, чтобы ты три раза как минимум сдержала свое слово. Три вовремя в день? Три вовремя в день. Договорились? Договорились. Не ломай голову по поводу большего, не надо весь день. Как минимум три. Мне важно, чтобы ты получила опыт и потом рассказала, во-первых, что ты ощущаешь, когда ты приходишь вовремя. Во-вторых, что потребовалось от тебя для того, чтобы ты пришла вовремя и так далее. И не забудь это как-то зафиксировать, либо снять, либо как-то. Договорились? Хорошо, даю слово. Хорошо. Сергей? Ну, по крайней мере, я думаю, что на ближайшую неделю я думаю поговорить со своими друзьями, кто уже прыгал с парашют, чтобы как-то вообще для себя осознать. Просто поговорить с теми, кто прыгал? Ну, думаю, что прыгать я пока... Не будешь, хорошо. Ну, может быть. Никто не заставляет. Смотри, давай для начала. Можешь ли ты найти как минимум три школы или три места, где прыгают с парашютом, узнать их условия и узнать, насколько они далеко, близко и так далее? То есть просто поговорить с ними? Да, я конечно. Минимум три школы. Выбираешь ли ты сделать это? Хорошо. Выбираешь ли ты поговорить с людьми, которые уже прыгали и поговорить с ними? О чем ты с ними, кстати, поговоришь? Ну, вообще их ощущения. Их ощущения. То есть ты пока... А я правильно понимаю, что для тебя важно прыгнуть? Или в зависимости от того, если они тебе скажут, что мне, старик, это было ужасно, настолько страшно, что... То есть что, их ощущения могут повлиять на твое решение или что? Да в принципе нет, но просто хотя бы для себя понять, как вот этот вот момент именно, наверное... Он страшный, Сергей. Сергей, он очень страшный. Я не прыгал, но я знаю, что он очень страшный. Вот, ну... Три школы. Три школы. И разговор с людьми об этом, пока не обещаешь прыгать. Договорились? Хорошо. Окей, какое ты еще обещание готов дать? Ну, вообще, в принципе, я, наверное, все-таки... Ну, поговорить с Триошкома, это как детский сайт, согласись. Нет, я все-таки, наверное, дам обещание, что, наверное, до конца всех выпусков программы я, наверное, все-таки как-то прыгну. Как-то или все-таки... Ну, не как-то, нет, все-таки я прыгну. Я, в общем, прыгну. То есть в течение этого месяца мы сейчас держим телезрителей тем, что ты пообещал, если ты это пообещал, если я правильно тебя понял, что в течение этого месяца ты это сделаешь. Я это сделаю, да. Здорово. В течение недели ты узнаешь про три школы, и в течение недели ты поговоришь с людьми, которые прыгали. Да. Хорошо. Найди три хорошие новости в их прыжке и три плохие. Договорились? Хорошо. Хорошо. И радышь? Я, наверное, составлю список, может быть. Ты, наверное, или составишь список? Составлю список на следующей неделе, на каждый день. Список чего? Список дел, которые я должен сделать. Может быть, даже какой-нибудь поставлю дедлайн каждому делу. Ирадыч, мы поговорим об этом в следующий раз, но я хочу, чтобы ты знал. Лени нет. Это иллюзия. Это то, что придумали люди для того, чтобы оправдать себя в том, что они чего-то не делают. Лени нет. И ленивых людей не бывает. Бывает выбор, который ты делаешь в каждый конкретный момент. Ты либо делаешь что-то, либо не делаешь. Ты выбираешь свой комфорт. Это да. Это то, что мы называем лени. Но это только выбор, который ты делаешь в каждый конкретный момент. Больше ничего. Если ты выбираешь делать то, что ты пообещал в определенный срок, ты не будешь лениться, если это будет для тебя важно. Но мы об этом позже будем говорить в наших программах. Окей? Значит, обещание какое? Конкретное обещание какое? Составлю список вот этих дел и выполню все дела на следующий день. Оно абстрактно. Давай так. Минимум три конкретных дела каждый день. Хорошо? Минимум три. Да, хорошо. Которые выполнены в срок, что бы ни происходило. Даже если ты этого не хочешь. Хорошо. Супер. Договорились. Хорошо? Я не знаю, Полин, честно скажу. Нет, на самом деле я знаю. Так сложилось, что мы переехали на другой этаж, и вокруг меня будет много новых коллег. А я уже говорила, что... У нас по одной минуте на каждого. Да, я уже говорила, что я быстро очень сужу о людях, и потом жалею об этом, когда понимаю, что на самом деле все не так. И я обещаю? Я обещаю, что я не буду так быстро судить о моих новых коллегах, не буду делать какое-то мнение, составлять мнение о них, а я дожду, ну, дам себе много времени, чтобы посмотреть на них, оценить их. Давай договоримся о том, что ты с ними как минимум, а, познакомишься, выслушаешь их и узнаешь, какие они. И твои оценки в любом случае будут. Хорошие они, плохие, там, стервозные, нестервозные. То есть оценки будут. Но позволь себе, вне зависимости от этих оценок, просто как следует узнать этих людей. Для начала будет такое обещание. Договорились? За неделю? Да. Думаете, недели хватит? Я думал, ты скажешь сейчас так много, вернее, так мало и так много времени за неделю. Конечно, недели хватит. Если для тебя это будет важно, да, сколько их? А, их 100 человек в отделе? Нет, нет, их не 100 человек, их примерно 10. 10? То есть это примерно полтора человека в день? Полин, ты сменяешься? Я буду ходить за ними и узнавать их, что ли? Я не знаю, Полин, это уже твоя сложность, ты дала свое слово. Хорошо, договорились, спасибо. Но с ними можно всегда договориться, например, с кем-то можно пообедать, с кем-то можно встретиться. Вадим? Ну, я, наверное, найду и запишусь в автошколу на этой неделе. Найду, наверное, или найду и запишусь? Почно, да. Найду и запишусь в автошколу. Окей, и скольки автошкол ты будешь выбирать? Из многих, из всех, наверное, которые сейчас есть в Москве. Нет, из всех, которые есть в Москве, ты сойдешь с ума. Давай так, ты найдешь пять. Хорошо. Из пяти ты выберешь ту одну, которую, и ты уже на этой неделе запишешься? Не запишусь, да. Прекрасно, очень хорошо. Расскажешь нам, когда, в какой срок ты получишь права и все остальное. Да. Договорились, что на этой неделе ты уже запишешься в автошколу? Я уже запишусь в автошколу. Супер, Сырис, какие конкретные люди, так? Дальше. Саша. Да, ну, у меня все просто. У меня, ну, на самом деле, что, я за месяц похудею на те пять килограмм, которые мне нужны. И в этом нет, на самом деле, никакой проблемы. Проблема как раз заключается в другом. В том, чтобы, то есть я всегда борюсь, чтобы то, что мне было невкусно, для меня стало вкусным. И чтобы эту еду, которую я ем, и что я похудею за пять килограмм, чтобы это стало стилем моей жизни. То есть это было моим питанием. Не на месяц, не на два. Сейчас смотри, проблема заключается вот в чем. Ты, так же, как Марина, хочешь бросить курить на всю оставшуюся жизнь. Ты хочешь на всю оставшуюся жизнь есть вкусную еду, получать от нее удовольствие, и при этом ходить с хорошей фигурой, что в голове у тебя происходит полный коллапс и взрыв, и ты не можешь эти два, долгосрочную, короткую цель соединить вместе. Давай проще намного поступим. Тебе необходимо начать вырабатывать новую привычку. Это привычка следить за своей фигурой и питаться так, чтобы это было вкусно. И при этом, скорее всего, потому что я не хочу увидеть такое лицо, выражение лица, трагедия от отсутствия конфет. Я уверен, что можно сочетать и то, и другое, и третье. Просто ты пока этого не делала, или делала только какое-то короткое время, находясь в своих привычных рамках. Давай мы договоримся, каким образом ты будешь сбрасывать вес в течение этой недели. Не есть до какого-то часа. Ходить в бассейн, ходить в тренажерный зал. Какие шаги конкретно ты припримешь для того, чтобы вес сбросить? Ну, два раза в спортзал обязательно. В неделю? Да. Не меньше, чем по там с какой-то занятий, что, комиксом? Ну, не меньше полтора часа я провожу в зале. Полтора часа, здорово. Два раза по полтора часа? И, ну как, я буду питаться. У меня есть определенно, как я всегда худею, когда набираю больше вес. И у меня есть определенная диета. Я ем только телятину, я ем овощи, я не ем ничего того, чего... И придерживаешься вот этой своей диеты? Здорово. Тебя само это вдохновляет или нет? Ну, меня вдохновляет, я знаю, что через месяц я буду худея. Меня не восстанавливает, что там... Слушай, ты понимаешь, что ты... Это просто, это маразм сейчас какой-то. Ты еще не похудела, а? А я каждый год это делаю. И каждый год это дает результат. Я знаю. Ну, давай решать вопросы по мере их поступления, хорошо? Давай пока договоримся вот об этих шагах, посмотрим, что будет дальше. Да, давайте. Да. Договорились. Хорошо. Ань, у меня к вам просьба. Ничего, что мы... Давайте договоримся на «ты» общаться. То, что я перешел с вами вдруг резко на «ты», с кем-то я был уже на «ты», да? Давайте договоримся на «ты». Ань. На самом деле, я вот до того, как пришла сюда, вот мы когда снимали промо, я уже примерно составила, например, себе план того, что мне нужно делать. Да. Допустим, чтобы был реальный критерий того, что я могла бы стать танцовщицей. Но при этом я вот за эту неделю я реально ничего не выполнила. То есть я... У меня хватило на две тренировки. Ань, что за этой неделей произойдет, что не произошло бы само по себе? Сколько раз? Я планировала, что я запишусь в две танцевальные школы. В две разные танцевальные школы? Да, две разные. И будешь ходить в неделю в две разные танцевальные школы? Да, да. Сколько раз в неделю ты туда... Запишешься ли ты на этой неделе в две разные школы? Да, я запишусь в неделю. Знаешь ли ты, что это за школы? Да, я знаю, что это за школы. Я туда ходила уже. Отлично, здорово. Сколько раз ты уже сходишь туда, в одну и в другую школу в течение недели? Ну, я думала, что пять. Пять раз? Пять вечеров или там, не знаю. Да, да, да. Ты сходишь туда. Это реально? Нет, да, это реально. То есть это не за рамками, это абсолютно нормально, да, они там, не знаю, час или два занятия, в две школы запишешься и в пять занятий, не в каждую, всего пять занятий ты сходишь в течение этой недели. Да, да. Здорово, расскажешь нам через неделю, что это и как это. Хорошо. Полина. Ну, я сейчас думала, как бы, пореальнее сделать то, что я хочу сделать. А на эту неделю, наверное, будет самое правильное, во-первых, вытащить все свои идеи, какие у меня были, ну, как наполовину реализованы, но не доведены, и добавить туда новые идеи, которые у меня есть сейчас. Есть что-то конкретное. И презентовать людям, которые отвечают за контент, ну, сделать какой-то... Оно абстрактно, Полина. Абстрактно, все-таки, да, вот я и думаю, как бы делать это конкретнее. Со сколькими людьми конкретно ты поговоришь? Сколько презентаций ты сделаешь? Сколько... Мне кажется, будет правильнее просто этих всех людей собрать в одну презентацию, если честно. В одну презентацию всех... Да, то есть в течение недели умудриться вытащить их на одну такую презентацию и представить себе идеи. Это очень сложно в рамках нашего телеканала, но я очень... Реально ли это? Ну, мне кажется, это более реально, чем каждого в этот... Ну, хотя... Полина, я тебя обещаю. Вот, видите, один уже пообещал. В течение недели организуешь встречу, на которой будет не меньше, чем сколько человек? Пять человек. Пять человек, которым ты презентуешь свои работы и идеи. Да. И ты договоришься о том, если они им понравятся, какие работы ты воплотишь, или они уже все реализованы? Ну, нет, некоторые из них есть пилоты, некоторые... Понятно. Встречи пять человек и конкретно, что... И конкретно я получаю от них некое видение, что бы могло быть интересным телеканалом. И на следующей неделе мы разговариваем о том, когда и в какой срок ты это воплощаешь. Да, я думаю, да. Здорово. Договорились. Хорошо. Я вас поздравляю, вы сделали первый шаг, он важный. Давайте посмотрим, что произойдет в течение недели. Если вам будет важно это слово сдержать, вы его сдержите. Я вам искренне желаю удачи. С нетерпением жду следующей субботы для подведения итогов. Марин, если ты будешь давать обещания каждый день, то в следующую субботу, может быть, мы узнаем, что ты не курила все семь дней. Договорились? А я могу на один день дать, потом не дать, седать, не дать. Ты можешь делать, Марин, ты можешь делать все, что угодно. Мы пока в режиме эксперимента. Мы посмотрим, да, мы на следующей неделе подведем итог. Хорошо? Договорились. Мне важно, чтобы тебя это не пугало, чтобы ты была вдохновлена. И помните, когда вы сдержите свое слово, какое бы оно ни было, заметьте свои ощущения. Я обещаю вам, что они будут хорошие. И если вы будете относиться к тому, что вы держите свое слово не как к кошмару, а как к радости, которую вы от этого получаете, вы очень скоро измените свое отношение в принципе. Все. Спасибо. Увидимся в следующую субботу. И помните, что держать слово важно. С вами был Владимир Герасичев и телеканал Дождь. Держать слово с Владимиром Герасичевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова